Здравствуйте, с вами программа Ладушки. На дворе сентябрь, а значит начался учебный год и все дети сели за парты, но не все за школьные. Ведь в последнее время все большую популярность приобретает семейное образование. Чем вызвано желание родителей заменить детям педагогов? Какие трудности ждут тех, кто выбрал для своего ребенка альтернативную форму получения знаний? Какие плюсы и минусы у домашнего обучения? Мы попытаемся разобраться сегодня. Регина Желяева – педагог по образованию. Имея опыт работы в детском саду, в школе, в детском доме и в детской комнате милиции, Регина приняла решение перевести свою дочь на семейное обучение. Воспитание ребенка изначально шло без рамок, изначально шло вне системы. Ну, у нас, в нашей семье так заведено. И получается, что когда мы воспитывались в таком вот свободном манере, когда действительно очень многие на улице оборачивались и говорили, что вы неправильно все делаете, да, и при этом ребенок счастливый, у нас с самого рождения шло очень активно закаливание, например, да, то есть София утром и вечером обливается холодной водой. У нас нетрадиционное питание, то, что в школе тоже, ну, не приветствуется, скажем так, да. И даже взгляд на мир, он очень сильно отличается от того, что пропагандируется в школе. Потому что я люблю учителей, правда, я сама как-то выросла из этой сферы, но тем не менее вот эта вот системность, она очень давит, она загоняет в рамки. А у женщины сегодня, да, вот у нас, у выросших женщин, у тех, кто были школьниками, у нас очень сильно и так есть вот это вот давление «надо», «надо», «должна», «будь хорошей девочкой», «получи пятерку». Мне уже очень давно, не семь лет, но у меня все равно еще есть вот этот вот страх где-то провалиться, где-то получить двойку, где-то оказаться не такой, неправильной. Я понимаю, что я не хочу ее загонять в эти рамки. Моя дочь несколько месяцев ходила в школу, второй полугодие мы закончили в школе. Я вот эту разницу, наблюдая по ней, даже по ее простому настроению, я вижу, где наши, а где не наши. У нас не было проблем в школе, у нас не было проблем с учителями, ее там очень любили, хорошо приняли дети, хорошо приняли учителя. Но я видела, как с каждым днем вот нависает вот эта тревожность. Когда ушло вот это вот нависание «должно», нависание вот это вот «надо», я видела, как расслабляется моя дочь. Дети, когда идут в школу, у них даже вот протестует организм, они очень часто заболевают. И врачи нам говорят, это нормально, это хорошо, это перестройка организма. Но мне очень сложно принять тот факт, что хорошо и нормально, что мой ребенок болеет. Нормальное состояние ребенка – это счастливый ребенок и здоровый ребенок. Как-то вот я на это ориентируюсь. Было принято на таком семейном совете решение от Софии, что «мам, это было весело, это было интересно, это было немножко не то, что я ожидала, но тем не менее мне хочется вернуться на семейное образование, мне хочется вернуться на наше с тобой такое классическое обучение». Я на самом деле очень много занимаюсь другими проектами. Я очень много времени отдаю и работе, и какому-то отдыху, и мы постоянно путешествуем. Соответственно, это тоже отнимает очень много времени. Тем не менее, для школы, для учебы время находится, потому что это миф, что нужно сидеть точно так же полдня, как дети в школе сидят и заниматься. Да вы просто не сможете сидеть, ну как сказать «не сможете», то есть если вы будете сидеть каждый день столько же часов, сколько в школе, вы пройдете программу одного класса, ну минимум, там, самый дольше, это за полгода. То, что я имею педагогическое образование, никакого, ну на мой взгляд, никакого такого критического веса в моем выборе образования для ребенка не имеет, потому что, ну в конце концов, я не являюсь педагогом начальных классов, то есть я не являюсь даже не логопедом, не дошкольником. То есть я не обладаю теми знаниями, теми программами, которые непосредственно в школе проходят. И поэтому я совершенно не считаю, что нужно быть педагогом, нужно владеть педагогическим образованием для того, чтобы обучать своего ребенка. Тем более, если мы говорим пока еще про начальную школу. В принципе, я вполне представляю себе, что в старших классах мой ребенок будет учиться уже непосредственно в общеобразовательной школе, если, опять-таки, она сама этого захочет. И в любом случае, вот этот вот стержень, как раз, который мы так боимся, что у наших детей сломают в школе, да, он закладывается в начале. Он закладывается в начальных классах, он закладывается, да, даже до школы на самом деле, да. И поэтому сейчас моих знаний хватает для того, чтобы дать вот это начальное образование. Но даже не в этом дело. Мои знания там ни при чем. Есть конкретные программы, по которым обучают детей. И эти программы настолько вот до миллиметра все прописаны, досконально прописаны. То есть есть конкретные учебники, есть конкретные учебные тетради. То есть это даже не просто вот тетради, да, обычные, в которых дети что-то пишут. И им действительно учителя что-то должны говорить, что же мы дети сегодня туда пишем. Есть рабочие тетради, и они вот такого большого формата. И там точно так же каждый день прописаны, прописаны задания. То есть даже когда мы учились вот эти полгода в школе, учитель просто говорил, выполняйте второе, третье, четвертое задания на этой странице, и, собственно, разбирайтесь сами. И, по сути, мы действительно точно так же разбирались дома сами, если сложности какие-то были. Дома мы себе можем позволить все, что угодно. Изначально, когда София была младше, у нас было очень много уроков волшебства. Мы вообще воспитывались на волшебстве, на сказкотерапии, на различных сказках. Я где-то догадываюсь о том, что дисциплина – это хорошо, но, как минимум, воспитывая девочку, я все-таки в первый приоритет ставлю, ну, не столько дисциплину, сколько радость, сколько удовольствие. Мы все, женщины особенно, да, взрослые, умеем все делать правильно, умеем делать все дисциплинированно, умеем себя заставить. А вот делать с радостью уже сложнее. В дисциплине много стресса, а от стресса много болезней. У меня ребенок, ну, опять-таки, может быть, это не совсем в тему сюда, но у меня ребенок непривитый, у меня ребенок, никогда не видевший врачей, то есть мы никогда не стояли на учете, мы никогда нигде не лечились, мы никогда нигде не болели. Именно вот, ну, на мой взгляд, именно потому, что мы живем вне системы. И к вопросу, опять-таки, про дисциплину. На мой взгляд, есть дисциплина внутренняя, когда есть ценность того, куда ты идешь. Есть дисциплина навязанная, когда мы в клетке, когда мы в рамках, когда мы в вынужденных каких-то обстоятельствах, когда мы держим дисциплину на силе воли, то есть вот зубы стиснув, я пройду. Это один вид дисциплины. Он все-таки ближе мужчинам и ближе взрослым, как минимум, людям, да? Но мы приучаем к этой дисциплине на силе воли детей с маленького возраста. И то, что я, например, вижу у своего ребенка, она знает, что для нее ценен театр. Для тебя ценен театр? Она знает, что для нее цены репетиции, для нее цены хореографические какие-то растяжки, тренировки. А там, извините, без дисциплины никак. И когда я вижу, что ребенок умеет ставить приоритеты, и занимаясь чем-то, он видит ценность этого. И, соответственно, идет к этому. И тут не нужны совершенно какие-то, ну, какой-то, как сказать, надзиратель, да, какой-то, какой-то вот твердый кулак. Я не буду, ну, как бы, совершать насилие над ее личностью в угоду школе, в угоду урокам, в угоду какому-то годовому плану. Поэтому у нас нет конфликтов на этой почве, поэтому ей нравится учиться, поэтому она учится, когда ей хочется, когда ей это интересно. А ей интересно, потому что, ну, не было у нас причин зарубать вот этот интерес в угоду какому-то плану. Очень часто, когда заходил разговор о семейном образовании, меня спрашивали, как же социализация с огромными такими глазами. Ты понимаешь, чего ты лишаешь своего ребенка, ты понимаешь, что она будет какая-то, не знаю, дикая, будет бояться общества. Ну, это, на самом деле, большая иллюзия, что вот этот в школе, вот этот вот костяк, он остается на всю жизнь. Может быть, в старших классах, да. То есть об этом я действительно задумываюсь, что я бы хотела, чтобы мой ребенок в старших классах, вот именно в коллективе, в коллективе творчества, в коллективе единомышленников, когда они уже действительно собираются по каким-то идеям, по каким-то ценностям. Вот это, да, наверное, я бы хотела видеть для своего ребенка. То, что я вижу пока в младших классах, это, ну, это на уровне песочницы, в том плане, что, да, коллектив, конечно же, в этом возрасте, он безумно важен. В семи лет для ребенка на первое место выходит коллектив сверстников, но он выходит для него именно в качестве такой, не хочу говорить толпы, некого общества, но не каких-то конкретных людей. То есть это общество, с которым ребенок взаимодействует, от которого получает обратную связь. Но это еще не общество единомышленников. Но в этом возрасте уже есть такие коллективы, и они строятся где-то на базе, опять-таки, интересов. То есть для нас это театр. Да, в театре очень много детей, причем начиная от первого класса до подростков. И, ну, вот для Софии, например, это очень важно, быть принятым в обществе ценных для нее людей, в плане того, что она их уважает за их какие-то таланты, за их проявления, за то, что они вместе уже сыграли не один спектакль, например. И она видела их поддержку, их помощь. И конкретно эти люди, они очень многое дают ей. И это же не одно общество, да, то есть где-то на вокале это один коллектив, где-то в театре другой, и это всегда единомышленники. Поэтому социализация, она, на мой взгляд, никак не завязана на школе. Конечно, если мы сидим на семейном образовании и кроме дома ничего не видим, это, ну, это грустно. Действительно, ребенок вырастает немножечко одичавшим, и это опять-таки зависит от родителей, потому что когда родители не хотят выходить в социум, не хотят какого-то взаимодействия, у ребенка будет такое же желание закрыться, спрятаться и никуда не пойти. Именно семейное образование дает неограниченные возможности в общении для ребенка, причем в том общении, которое действительно идет на пользу. Именно освобождая время от школы, мы можем наконец-то себе позволить и путешествовать, где мы встречаем других детей и с ними обмениваемся опытом. Мы можем позволить себе углубиться в театр, мы можем углубиться в ту же самую хореографию, в тот же самый вокал, участвовать в конкурсах, участвовать в олимпиадах, кстати. То есть родители часто говорят, как же все олимпиады пройдут мимо меня, а у меня ребенок так хорошо учится. Да ничего подобного. Прекрасно мы точно так же участвуем. Единственное, конечно, мы не отдаем победу школе, то есть нас радостно не встречают в школе как победители. Но опять-таки какая у нас цель? То есть либо потешить свое эго, что вот у меня очередная грамота, либо действительно посмотреть, на каком уровне наше знание, порадоваться, что мы идем действительно правильным путем, и действительно у нас все хорошо. Я хочу быть актрисой, то есть я могу иногда и в кино сниматься, но в театре это прям моя страсть. То есть в театре я буду больше всего выступать, но насчет знаменитой не знаю, но все мне говорят, что я буду знаменитой актрисой, так что спорить я не хочу. Мне очень нравится учиться дома, и вообще потому что, ну как бы, есть время больше побыть в детстве, больше времени, и как бы больше возможностей, те, которых у детей, которые учатся в школу, обычно нету. Я почти не устаю, ну просто иногда, и тем более если я устану, то мне можно сразу пойти отдохнуть. Дома я могу углубиться в одну тему, а от другой сбежать. В последнее время семейное образование набирает популярность. Как вы считаете, в будущем домашнее обучение сможет заменить школу? Я думаю, что нет. Почему? Ну все равно такого опыта в семье, мне кажется, нет, как у учителей. То есть они полноценные? Неполноценное будет образование у детей, естественно. Ну все равно должен быть коллектив какой-то. В коллективе должно все это делаться. Как минимум человек 20, как в школе, да? Считаю, что не стоит переводить все-таки на семейное обучение, потому что в школе ребенок социализируется в обществе, он общается с другими детьми, и учится как-то, ну, какие-то ситуации, которые невозможно смоделировать внутри семьи. Возможно, здесь истина где-то посередине. Наверное, просто не надо делать такую наполняемость в классах, и тогда все-таки будет больше учителей возможностей к каждому ребенку индивидуально подходить. Я вообще считаю, что школьную программу, которая сейчас идет, ее надо выкидывать, чертовые бабушки, и возрождать нашу советскую, потому что дети, они ничего практически не знают. Ну, школа – это все равно такое социальное место, где ты получаешь какое-то образование, не знаю, не только от учителей, а когда общаешься с другими людьми напрямую. Семейное образование имеет минусы. Первый минус и самый такой важный минус – это социализация ребенка. Если ребенок не учится в коллективе, он себя не социализирует. Все мы помним примеры Маугли, да, что они потом не могут взаимодействовать с людьми, и в дальнейшей жизни ему будет намного труднее. У ребенка будет отсутствовать соревновательный момент, потому что он обучается один, он не сможет сравнивать себя с другими детьми. Из-за этого у него будет образовываться либо завышенная самооценка, либо заниженная. Это приведет к неадекватному оцениванию своих возможностей в будущем. Очень будет сложно устроиться на работу и работать вообще в коллективе. Не все у нас имеют возможность работать только на себя и без коллектива. В школе никто из детей роботов не делает, не заставляет их ходить по струнке. Все свободны, все думают своей головой, мы просто их направляем по нужному руслу. Мы их учим соблюдать общие требования поведения, и как раз это приводит к социализации личности, что ребенок знает, как себя нужно вести на уроке, как нужно себя вести при старших себя людях, как нужно обращаться к людям, которые старше тебя, что нужно к ним обращаться уважительно, и соблюдая все правила, этикеты. В школьном образовании есть минусы. Я считаю, на мой взгляд, самый главный минус – это классная урочная система. Очень давно применяется, а мир шагает вперед. А в школах небольших, такая вот, например, как наша, у нас один только 11 класс, и, естественно, по большинству детей мы выбираем профиль. Даже если этот профиль детям не подходит, родители все равно принимают решение, что они остаются у нас в школе, потому что стены роднее, и приходится как-то им выходить из ситуации, дополнительно самим готовиться к экзаменам. И самое главное, чтобы родители с детьми быстрее определялись с тем путем в жизни, который они хотят пройти, потому что для этого пути нужно выбрать, нужны экзамены. А чтобы их успешно сдать, и чем раньше начать готовиться, тем это будет лучше. И вот в этом вся получается проблема. Вот в этих классах, что мы не можем, не все могут школу себе позволить открыть несколько классов. И как бы вот в родителях тоже, что родители не готовы поменять школу только из-за того, что им профиль не подходит. Хотя, наверное, стоит это делать. Есть дети, которым лучше все-таки пойти в школу, а есть дети, для которых самый лучший вариант – это семейное образование. Все-таки давайте будем честными. Не каждая мама способна быть учителем. У нас как-то так в последнее время стало модно, что ли, ругать школу. Полностью обвинять школу во всех смертных грехах, наверное, тоже неправильно. У меня есть знакомые мамочки, которые довольны полностью школами, довольны тем, как у них дети там учатся, потому что настолько, видимо, вот в семье было воспитание такое, что ребенок очень самодостаточный. И даже когда ребенок пошел в первый класс, он уже вообще мог сам за себя постоять, он знал, чего он хотел, и он понимал, что вот сейчас я просто в школе, потом я выйду, и я буду делать там, что хочу. Я четко понимаю, что в наших современных школах действительно есть такой минус, что деток не учат быть свободными личностями. Там все-таки идет вот эта вот рамка, что ты должен быть вот такой, ты должен сидеть только вот так, там только можно мне выйти, можно зайти. То есть очень много ограничений каких-то. Если родители умеют воспитывать свободу личности в своем ребенке, то они свободны выбирать отдать ребенка в школу или выбрать семейное обучение. Потому что куда бы ребенок ни пошел, он все равно останется самодостаточной личностью. Если же родители пока понимают, что они не совсем осознанные родители, ну то есть вот прям по-честному себе признаться, это неплохо, я, например, не идеальная мама. Иногда все-таки лучше отдать ребенка в школу, потому что там не всегда плохо. Бывают учителя, которые, ну вот, учителя от Бога, и они воспитывают в ребенке светлое, хорошее, доброе. Но если ребенок остается в неосознанной семье, у него даже не появляется никакого шанса. То есть у него в семье и так не было, как сформировавшейся личности, да, и тут у него не появляется этого шанса еще и в школе. Если ребенок очень общительный, если он по натуре такой, знаете, лидер, если он активный, если ему хочется проявлять свои лидерские качества, то в школе, конечно, для этого есть такой плацдарм хороший. Там есть возможность стать старостой класса, взять над кем-то шефство и так далее. Но с другой стороны, если ребенок на семейном обучении, это никак не мешает ему пойти, например, заниматься в какую-то секцию или в какой-то кружок, обучаться театральному искусству для того, чтобы опять-таки реализовать свои какие-то лидерские качества. Здесь, я думаю, что это зависит опять-таки от мамы с папой, что если они видят, что ребенок вот такой, вот он вот такой, то нужно просто параллельно с семейным образованием давать ему что-то еще, то есть давать ему возможность выйти вот за эту зону семьи, начать общаться с другими детками. Если ребенок такой более замкутый, да, если он меланхоличного типа, если он интроверт, то семейное образование для него, конечно, намного лучше, потому что такому ребенку сложно в обществе, где много ребят, они все шуметь начинают на переменках, они начинают бегать, драться с портфелями, там, бить друг друга по голове. Ну, то есть это такой, знаете, шум-гаммы для ребенка – это стресс. То есть школа сама по себе стресс, да, тут еще дополнительный стресс, что много детей, поэтому домашнее обучение, семейное обучение для таких детей гораздо более предпочтительно. Как показывают научные исследования, из четырех типов темпераментов – это флегматик, холерик, сангвиник и меланхолик – школьное образование подстраивается только под один тип, остальные дети, как правило, выпадают из учебного процесса. Нет идеального ответа на вопрос, какое образование выбрать, только вам решать, что лучше – обучение на дому или в стенах школы.